всем привет с вами алексей 20 километров от харькова 20 апреля 2019 нахожусь на втором участке потеплело немножечко заморозки ушли и я сделал первое опрыскивание вот препаратами хорус и добавил инстинктицид сейчас калипса обычно то калипса так ну сейчас вспомню скажу конфидор конфидору можно и калипса можно актеру ну я как-то конфидором пользуюсь и добавил ну к чему все это вот смотрите перед нами шестилетний кустик вот сформирован штамбиком видите у него совсем маленький штамп идет разветвление и пошел дальше кустик высота чуть больше двух метров вот его обрызгать мне было очень приятно и не составило никакого труда я получил колоссальное удовольствие этот он пускает от водки нормально развивается начинает уже давать стабильные урожаи каждый год хорошо зимует в общем все в порядке сорт боровской напоминаю прекрасный сорт вообще неприхотливый супер морозостойкий короче для наших даже условий прекрасно подходит я уже молчу про за западную украину там закарпатья там короче ра ему будет в общем не важно в общем тема понятна да получил удовольствие ну давайте пройдемся дальше вот второй такой же кустик тоже колоссальное удовольствие идем дальше все это левая сторона получается где более-менее малыши маточные кустики это все было скажем так в удовольствие прошелся пробежался много времени не заняло вот особенно такие малыши всех обработал все в порядке но есть же у нас и другие ребята вот такие у нас есть ребята титаны высота которых достигает но я не знаю точно я вам скажу что 45 метров это точно то есть до 5 метров это точно 6 не знаю не буду говорить есть некоторые кусты которые очень высокий но может быть 6 нет но 5 ребят это сто процентов так вот здесь была большая проблема проклял все не не то что никакого удовольствия не получил а просто в шоке было всего происходящего это каждый год такая ситуация во первых безумно много раствора надо на такой на такую кустяку там рекомендуется два литра но поверьте на такой куст если его хорошо обрызгать хорошо залить все вот эти его скелетные ветки как положено приствольный кружочек пройтись на это уйдет очень много раствора поэтому удовольствие не доставило однозначно потерял кучу времени кучу нервов это все к чему это все к тому что сейчас пошли разговоры там что лучше допустим штамп или куст ну я вам скажу так если у вас промышленные насаждения я бы на вашем месте о кустах даже не думал потому что неудобно за ними ухаживать неудобно их распрыскивать неудобно возле них передвигаться и неудобно обрезать все это делать неудобно по урожайности да конечно такой кустик дает неплохие урожаи там я замерял когда получилось по 8 килограмм на сухого 7 или 8 точно не могу сказать в этом году если интересно я сделаю точный замер вот урожай каждый год там один год чуть чуть больше другой чуть чуть меньше когда чуть чуть меньше немножко крупный орех я думаю по весу она примерно то на то и выходит вот вот такая ситуация поэтому с одной стороны как бы мне кусты нравятся да они огромные у них такой внешний вид с другой стороны я их не рекомендую не для дачника если они вот такие вот высокорослые да потому что опрыскивать по-любому придется потому что и вредители болезни фундука есть и а поверьте если у вас вот так вот вокруг чужие участки то они к вам незамедлительно придут а примерно такая ситуация везде редко встретишь вот вы одни там живете и вокруг не лесов ничего и вот выпад засадили тогда может быть и не будет у него вредителей болячек в чем я тоже очень сильно сомневаюсь поэтому рекомендую отказаться от кустовой формы там можно конечно единственное что есть сорта вот не сильно такие кусты у них не сильно высокие более раскидистые вот там можно наверное использовать потому что в принципе ну не так сложно уже его обрабатывать но высота должна быть не более трех метров даже даже меньше даже 2 2 и 5 максимум я бы я бы больше не рекомендовал надо нещадно срезать верхушки или может быть тогда и такую форму можно придавать но тогда немножечко по-другому его надо было и сформировать то есть надо было как-то чтобы вот видите у меня получается есть основание вот к примеру на этом кустике сейчас покажу здесь хорошо видно я не знаю как так получилось но вот именно так вот есть основание небольшой круг и из него уже выходят скелетные ветки которые сами понагибались да может быть просто это неправильная формировка может быть надо было все таким по заменять их вот такими ветками которые находятся подальше друг от друга и тогда эти ветки бы создали определенный круг так называемую чашу вот тогда возможно за такой веткой было бы немножечко легче ухаживать ну да вот такого плана должна быть ветка допустим вот одна ветка она очень хорошо плодоносит вот ее было достаточно более-менее легко обработать да и вот надо было чтоб таких веток по кругу было бы но я не знаю там штучек хотя бы 6-8 достаточно потому что растение мощное если по трапезунду допустим да там получается небольшие небольшие кусты я сейчас не трапезун показываю здесь у меня боровской пирожок и еще один сорт который крупнее пирожка но похож на пирожок ты разбираемся с названием тоже шикарный морозостойкий сорт и вот вот этот кустик он так получился видите более раскидистый но тоже поверьте были проблемы во-первых оббежать вокруг него затратил кучу времени во вторых он сколько места занимает и тени создает и не так удобно под него подойти там вот я в общем такое знаете сомнительное удовольствие по поводу кустов ну со временем я буду от них избавляться там я штампы из них посрединочки пойдут либо вообще перепрививку сделаю либо просто удалю и на этом месте там по кругу или по квадрату посажу совсем другие сорта уже ну тоже посмотрим вот а вот когда это небольшой кустик такой там вот пятилетний допустим вот потому что они вот обрезались да и рост у них останавливается они идут идет разветвление и все это он плодоносит нормально себя чувствует но такой куст обрызгать это вообще просто одно удовольствие вот такие вот дела поэтому делаем выводы какие ориентировочно если это сильно рослое растение высотой мощная которая достигает высоты там 45 метров стремится вот вот очень мощные растения которые прямо вот они стремятся вверх 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 то есть так из таких растений лучше сформировать наверно штамп а если это низкорослое растение там типа трапезунда ну тогда можно наверное из такого растения и сделать себе небольшие кустики с такой вот кроны как я вам сказал то есть не из одного места грубо говоря а вот подальше друг от друга все таки поставлять это конечно займет не один год формирования такой чаши но зато вы получите себе такие кусты но я как бы уже для себя выводы сделал кусты их наверно все-таки нет именно чисто не за того что а именно из-за неудобства потому что вот такие гиганты потом вырастают занимают кучу места вот урожай представьте по какой площади урожай распределяется и вот так неудобно собирать и совсем другое дело это вот эти вот мини деревца да не то есть он даже как бы можно не штампом делать а именно мини деревца вот допустим вот это вот это получается вот как чаша такая небольшая очень приятно и ты не поймешь куст это лишь там ну скорее как там маленький штампик все таки есть но полу куст полу штамп а вот формировка сорт пирожок ну к которой крупнее чем пирожок и круглее чем пирожок вот вот здесь смотрите идет раз два три 4 5 6 7 то есть 7 веточек было оставлено ему там три года ну как бы он мог бы быть и покрупнее ну там свои были вопросы но сейчас все нормально сейчас он будет набирать и все будет у него хорошо так вот можно вот так и формировать отступить снизу 30 сантиметров убрать все почки ослепить оставить буквально 6 почечек и обрезать и у вас формируется небольшое красивейшее именно деревце уже не штамп потому что штамп там все-таки можно его делать повыше и оставлять две-три почки да и получится такая как треугольная крона сверху да по европейскому больше методов а тут именно получится как маленькая обычная деревца и вы потом подрезать вот этих ветки там наполовинку они разветвляются и вот такой вот у вас будет компактная красиво дерево ну я считаю для сильно рослых сортов наверное один из самых лучших вариантов вот ну не знаю будем экспериментировать будем смотреть потому что со штампами в принципе уже все понятно либо менять его формировку либо от него полностью отказываться еще раз оговорюсь это все касается именно сильно рослых сортов если это трапезон который у меня вообще там два метра у ребят повырастал там ну максимум три там на украине внутри метра может до трех с половиной но вы его подрежете немножечко и получите те же два с половиной три метра который очень удобно будет обработать и я думаю что все будет тогда нормально поэтому поэтому вопросов нет а вот сильно рослыми сортами которым и шедевр кстати относится на который сейчас очень большой спрос его заказывают он очень стремится и к плодоношению и к росту это очень сильные растения потому что они вот прям созданы для нашего региона им прям здесь очень комфортно хотя по трапезунду тоже могу сказать тьфу тьфу зимы стали мягче все хорошо тоже очень сильное мощное растение тоже неприхотливо хорошо приживается и все остальное поэтому то ли они акклиматизируются потихоньку то ли это генетически у него так заложено ну как бы получается ну нормально вот такой как мини кустик тут с подрезочкой тоже очень интересный но опять же дальше пошел пошел уже больше двух метров и что будет дальше будем смотреть либо его надо еще подрезать останавливать рост и доделать таким миниатюрным кустиком посмотрим вот ну все всем спасибо кто послушал мою нудную болтовню надеюсь кто-то что-то сделать для себя какие-то выводы может кому-то будет что-то интересному что-то услышал что новое поэтому подписываемся на канал ставим лайки кому понравилось репостим это видео в соц сетях все всем спасибо пишите комментарии естественно может я в чем-то не прав и все наверное всем спасибо всем пока